Итак, городские власти предлагают в разы поднять штрафы за незаконную торговлю. Такой сегодня считается, например, продажа молока из бочек, овощей и фруктов рядом с остановками и даже кофе из полюбившихся многим горожанам кофемобилей. С предпринимателями, которые работают, что называется, с колес, общалась Светлана Овсяникова и поняла, увеличение штрафов для них нам с вами грозит повышением цен. Мы временно торгуем, нам хочется продать лишнее, маленько. Я лично не спекулярую. Овощи и фрукты расходятся на ура. На стихийном рынке в центре Красноярска торговля идет полным ходом. Дачные помидоры некоторые продают прямо на картонных коробках. Неудобно, но чего не сделаешь ради прибыли. Многие пенсионеры, признаются, пробовали торговать за специально отведенными прилавками на центральном рынке, но туда не идет покупатель. Незаконно здесь, я незаконно торговала здесь, но я здесь продала. А там сидела законно, там ни одного огурчика, ни одного помидорчика я не продала. Штраф за незаконную торговлю для физического лица сегодня максимум 2000 рублей, для должностного 5000, для юридического 10. Если наказание ужесточат, то за ту же продажу огурцов на остановке пенсионера оштрафовать смогут уже на 4000. Должностное лицо на 10 тысяч, а юридическое уже на 50. При этом повторное нарушение юрлицам обойдется уже в 150 тысяч. На сегодняшний день, я еще раз повторюсь, это мнение абсолютного большинства муниципальных образований на территории города Красноярска. С учетом реалий сегодняшних дней, мы считаем, что этого будет достаточно. Более чем достаточно, жалуются предприниматели. Идея пустить по городу Кофемобиль к Алексею Ивашенко пришла, когда искал помещение под обычное кафе. После пары попыток понял, в центре Красноярска доступных площадей уже не найти. Сейчас бизнес идет нормально, однако есть одно но. Сегодня Кофемобили города вне закона. Их владельцы чаще всего работают как индивидуальные предприниматели, иногда создают акционерные общества. И городская казна никаких отчислений от них не получает. Механизм для этого еще не придумали. Алексей объясняет, если в будущем, как юридическое лицо, их оштрафуют сначала на 50 тысяч, а после на 150 придется сворачивать свой мобильный бизнес. Работать придется долго, потому что доработать все равно придется, потому что другого бизнеса у меня лично нет. Ну, я уже в следующий раз подумаю, есть ли смысл вообще куда-то ехать. И буду искать те территории, где мне только разрешат стоять. На очередной комиссии в городском совете новую инициативу администрации накануне поддержали и депутаты. Большинство из них уверены. Нынешние штрафы за незаконную торговлю слишком мягкие, поэтому давно никого не пугают. Мы как власти за бюджетные деньги благоустраиваем городскую территорию, строим скверы, асфальтируем дороги, тротуары. И на этом месте появляются какие-то люди, вообще говоря, не всегда легально находящиеся на территории России, которые торгуют там дынями или арбузами. Однако некоторые народные избранники, уверены в администрации Красноярска, поторопились с новой инициативой. Прежде чем повышать размер штрафов за незаконную торговлю, нужно улучшить, а в некоторых случаях и с нуля создать условия для легальной. Должно появиться необходимое количество согласованных, легализованных прилавков, прилавков, где любая бабушка с огорода может прийти спокойно торговать в положенном месте. Для этого необходимо разработать некую формулу, как легализовать вот эти уличные кофемашины, сегодня они вне закона. 9 сентября вопрос повышения штрафов за незаконную торговлю депутаты курсовета будут снова обсуждать уже на очередной сессии. Если на этот раз они тоже будут высказываться одобрительно, вопросом начнут заниматься в законодательном собрании края. Светлана Овсяникова, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.